Привет, уже не доктор на связи и давайте сегодня опять будем говорить про биткоин, про чуть-чуть про альткоины поговорим, про биткоин доминирование и я вам передам, так сказать, свою психологию, свое видение вообще процессов, как вообще нужно зарабатывать на рынке криптовалют потому что многие люди в погоне за розовыми мечтами не замечают, как они просто совершают безрассуднейшие абсолютно действия, которые приводят к потере их средств значит смотрите, друзья мои, существует три типа позиций на любом из рынков это покупка, то бишь лонг позиция, доступная большинству из вас на спот рынке, когда вы реально покупаете актив в данном случае там биткоин или какую-то любую другую криптовалюту или токен вот шорт позиция, она же короткая позиция, это когда вы берете у кого-то биткоин, например взаймы рассчитывая на то, что он станет дешевле стоить, если он становится дешевле, вы закрываете, покрываете короткую позицию покупая обратно, вы его продаете, когда берете взаймы, например биткоин, вы его продали, получили из него доллары Он стал дешевле, вы потратили меньше долларов на то, чтобы его купить и отдать свой займ, и разницу оставляете себе в кармане. Но есть еще третья позиция, друзья мои, третья, это просто не заходить в рынок. Это единственная позиция, при которой вы вообще ничем, вот ничем не рискуете, и ваша жизнь в худшем случае вообще никак не изменится. И в рынке, если говорить с точки зрения большинства из вас, а я знаю, что именно подавляющее большинство из вас пришло совсем недавно в рынок, вот с точки зрения инвестора нужно иметь сказочное просто терпение, чтобы выжидать нужных цен для покупки. Потому что покупая у сильных уровней поддержки, мы рискуем минимально, ставя стоп-приказы близко к ним. Да, и если все-таки рынок пойдет еще глубже, например, то мы потеряем не так много, как могли бы, если бы заходили, ориентируясь на какое-то фомо, на какие-то 300 тысяч долларов, какие-то сказочные, просто эфемерные 300 тысяч долларов. Уже этим летом, я уже не даже в этом году, но я даже не говорю уже про это лето. И, ребята, вот я уже устал просто, знаете, каждое видео в последний месяц, наверное, одно и то же, вот одно и то же. Я не знаю, вам не надоело еще меня смотреть? И постоянно вечные споры, биткоин чуть пошел на пару тысяч вверх, ой, все, to the moon. Биткоин пошел на пару тысяч вниз, ой, все, пропало, что мне делать, пишут мне в личку постоянно. Я не даю, ребята, консультации личные, не даю. Вы вообще со своими деньгами, собственно, делайте, что вам угодно, ваши деньги, ваша ответственность. Я лично на этом канале просто рассказываю свое видение, как лично поступаю я. Сейчас я еще раз, в миллиардный раз повторяю, я покупал на тридцатке. Все вы это видели, все вы это знаете, я продал на 57 тысячах долларов. Все вы это видели, все вы это знаете. Я об этом везде говорил, я продал свои альты аккурат перед падением. Все вы это знаете, что я в альты не захожу. Я зайду в них только тогда, когда я буду понимать, что уровень риска минимальный, а потенциальный профит огромен. В тот момент, когда ни у кого не будет денег на рынке, когда все тузымунщики просто скажут, блин, сейчас вот точно верный будет рост, но вот у нас нет денежек, чтобы купить. Вот были бы, ну, наверное, никто не скажет, но про себя каждый подумает, вот, наверное, были бы у меня деньги, я бы еще бы вот затарился бы вот здесь. Вот здесь вот верняковая тема, но у большинства из них денег не будет в этот самый момент. Вот им придется еще долго ждать для того, чтобы вернуться хотя бы в ноль, а потом еще дольше ждать, надеяться, и это не факт, что они еще выйдут в плюс. Поэтому всему, как говорится, свое время, и нужно ждать, и нужно терпеть. На тридцатке закупился, все, больше я на тридцатке покупать не буду, у меня есть биткоин, я его не буду трогать, даже если, ну, пробьем тридцатку, пофигу. Это будем считать моя долгосрочная инвестиция и моя тотальная вера в биткоин. Даже несмотря на то, что здравый смысл мне будет говорить, чувак, если пробивается тридцатка, то надо было бы его продать. Нет, хренушки. Это мой инвестиционный портфель, я считаю, что на тридцатке я его оставлю. Пусть лежит, и, в принципе, даже если он до 14 тысяч просядет, бог ради. У меня есть методы диверсификации. Остальную часть я буду закупать на уровне 20 тысяч долларов. Я сегодня писал, кстати, в своем телеграмм канале об этом. В описании ссылка, вот. Я знаю, что многим из вас надо показывать, надо показывать, где она. Где она в этой ссылке-то в описании. Вот, черт возьми. Здесь ее вот нету. Ну, ладно. Здесь вообще на этом видео нет ссылки. Ну, короче, ее в описании вы найдете. Вы найдете. Телеграмм канал с синим кружочком. Будет такая вот надпись. И там вот ссылочка на мою телегу. Я сегодня писал об уровнях, где следует покупать. То есть 30-31, где мы уже сами закупались. Если кто сильно там не хочет рисковать. Это, кстати, средне-рисковая схема, о которой я говорю. 30-31, покупка вторая. Одна часть, вторая часть. То есть 20-21 и 14 тысяч долларов. Но пока что 14 тысяч долларов это плавающий уровень, который следует смещать по мере того, как плывет 200-недельная скользящая средняя. Мы с вами его почти каждое видео рассматриваем. И, конечно, эти 14 тысяч со временем могут превратиться в 15-16. То есть эти ордера следуют. В случае с этим вот последним нужно будет передвигать. Потому что 200-недельная скользящая средняя пока что направлена вверх. И с учетом столь большого периода, который там берется, оно будет расти в ближайшие месяцы. И может быть даже больше года. Вот поэтому это уже определенно точно. Поэтому следует следить за ним. И вот в случае с теми деньгами, которые покупаются здесь, то есть тоже покупать. Еще бы я выделил уровень 24 тысячи долларов. Я там краем уха слышал, что Роберт Киосаки вот внезапно сказал про уровень 24 тысячи долларов и что нужно там покупать. Давайте мы посмотрим. Я не видел то видео. Просто где-то даже заголовок просто увидел. 24 тысячи долларов. Я о нем тоже говорил, но 24 тысячи долларов на недельном графике его просто тупо нет. То есть если ориентироваться на недельку. Давайте тут посмотрим. Если ориентироваться на недельный таймфрейм и включим, например, профиль объема, то здесь объема как такого нет. Ну вот он как раз вот, ну чуть-чуть он появляется. Вот в диапазоне 23-24 тысячи долларов. Немножечко вот совсем, вот обратите внимание, вот здесь вот, вот чуть-чуть, чуточку. Может быть как-то это все-таки что-то и спасет. Вот, да, и ну я думаю, что скорее здесь будет просто какая-то временная задержка. Если ценник пробивает 30-ку, то вероятно не сразу прям на 20-ку пойдем, да. Как многие могут подумать. Я смотрю, так вот некоторые новички, большинство понимают, то есть предполагают, что может быть где-то они что-то чуть-чуть не разбираются в рынке. А другие думают, блин, вот он сказал, что будет 20 тысяч долларов, да, значит вот должно быть вот так вот прям, вот прям-прямо. Не, ребята, рынок движется зигзагообразным образом. И здесь 24 тысячи может, то есть идеальное падение может остановиться, можем поколебаться, может быть даже, даже обратно возврат к 30-ке, протестируем ее как сопротивление. Потом покрутимся, покружимся в этом диапазоне и только потом на 20-ку. Вот, то есть, а может быть даже уже обратно пойдем. Поэтому можно частично закупаться и на 24 тысячах долларов, но я бы не ставил слишком большой акцент на уровне 24 тысяч. Ну, на неделе его не видно особо, профиль объема, конечно, нам подсказывает, что там что-то такое вот есть. Вот, ну вот здесь вот, если на дневку мы переключимся, то да, вот здесь вот он, 24 тысячи 300 долларов. Есть такой вот уровень. И я бы на месте Роберта Киосаки советовал бы не по 24 тысячи покупать, ориентируясь на этот уровень, а чуть-чуть все-таки повыше. Потому что 24 300 все-таки этот уровень, а не 24. Тут, конечно, боковой объем чуть ниже находится, но здесь у нас выше есть психологически важный уровень. Это 25 тысяч долларов, поэтому я бы не был столь жадным и, наверное, покупал бы в районе все-таки чуть повыше 24 300, да, ближе к 25 тысячам долларов. Вот, потому что это тоже имеет значение. Психология масс в трейдинге это вообще весь теханализ это по сути работа с психологией, с массовой психологией трейдеров, людей вообще. Она не меняется с годами, понимаете. Она одна и та же, Надеждин будет теплиться до последнего пока. Значит, смотрите, есть сейчас надежда, да, вот вы каждого спросите чувака, который кричит о 300 тысячах долларов, да, что он будет. Вы спросите у него, а ты покупаешь сейчас биткоин, учитывая, что он будет 300 тысяч долларов? Он скажет нет. И большая часть причин того, что он не покупает, будет одна, что он уже полностью купил биткоин на все, что у него есть. У него просто нету больше денег, понимаете. И это о чем будет говорить? Это будет говорить о том, что человек абсолютно непрофессионален. А другая часть людей, маленькая, у которых еще есть деньги, которые говорят, что биткоин будет сейчас вот уже тузымунить 300 тысяч долларов. Вы у них спросите, а вы готовы сейчас, вот прям сейчас покупать биткоин на всю котлету, раз вы так сильно уверены? Нет, не готовы. То есть они боятся, покупать боятся, но кричат про 300 тысяч, потому что полностью сидят. И они хотят, просто у них есть подмена понятий. То, что случится в реальности, да, и есть ли на это сила, и именно в текущий момент. И то, что они хотят увидеть на самом деле для своего кошелька. Потому что если рассматривать они будут другой сценарий, то это будет значить, что они должны будут признать свою какую-то ошибку или допустить возможность собственной ошибки. И естественно выгодно кричать всем налево и направо, что будет 300 тысяч долларов и бить себя в грудь. Хорошо тем людям, у которых есть постоянный крупный доход и которые там, допустим, какую-то небольшую сумму, просто регулярно инвестируют в крипто. Но большинство людей что делает? У них были какие-то сбережения, они сразу же все их пульнули в крипто. Или даже вот гадалки не ходи, многие люди берут кредиты и вот запулили все, что у них было и все, что у них не было. То есть они взяли в долг, запулили в крипто. И сценарий развития следующий. Нужно ежемесячно отдавать кредиты. Крипта будет тем временем постепенно падать. А кредит, размера суммы ежемесячно не меняется. Соответственно каждый месяц придется вынимать из крипты все больше и больше денег для того, чтобы гасить кредит. По факту крипты не останется, а кредит останется на месте. То есть это печальная вещь, которая происходит регулярно от цикла к циклу. Почему такое безрассудство? Почему люди боятся упустить прибыль больше, чем потерять деньги? Это тайна, которая покрыта мраком на протяжении всего существования человечества. Но это не меняется. Это происходит постоянно. Это происходило раньше, это происходит сейчас, это будет происходить в будущем. Мы видим существенную корреляцию биткоина с фондовым рынком с учетом текущей рыночной капитализации криптовалют. Мы видим, что по альткоинам, мы видим сейчас, но явно формирование идет двойного основания. Здесь какая-то конечно происходит сейчас задержка, но видимо следует увидеть какой-то более массивный толчок, чтобы все-таки двойное основание здесь окончательно сформировалось. Пробился уровень 48,5% как уровень шеи данного двойного основания по биткоин-доминированию. И мы пошли бы все-таки к уровню 57% биткоин-доминирования. Это первая точка. Можно сказать, что выделить еще 50%, 51%. Чуть-чуть можно было бы на альты зайти именно здесь. 48,5% и 50%. Какие-то маленькие доли можно было бы ради интереса поторговать. Но ради интереса, знаете, можно в казино пойти. Если уже говорить о каких-то серьезных инвестициях, это уровень 57%, 60%, 62%. И all-in в крипту, если вы прям очень рисковый парень, как я, а я считаю себя очень рисковым парнем. Поэтому мне странно наблюдать за людьми, которые еще больше, чем я рискуют. И мне кажется, это безрассудно. И я готов all-in вложить свой биток в какие-то топовые перспективные альты, когда, например, биткоин-доминирование достигнет отметок 70%. И, может быть, этого и не будет. Но если этого не будет, ну окей. Значит, я не заработаю, но я не потеряю. Понимаете, в чем логика? В чем смысл вообще? Знаете, как итальянцы? У меня такой стикер есть, вот такой вот. Вот так вот, да? Вот поймите, наконец. Нет. То есть я понимаю, что я, должно быть, у большинства из вас отнимаю розовую мечту в течение одного года изменить свою жизнь кардинально на 180 градусов и ничего, собственно, не делая, просто произведя инвестиции, стать богаче в 10 раз. Так не бывает. Это все сказки. То есть иногда это случается, но и в лотерею люди выигрывают. Поэтому большинство из вас пришли на крипторынок как раз-таки последними. И за счет вас заработали те люди, которые смотрели мой канал, когда на нем было просмотров 3000, 2000, 1800 просмотров, а не 20000 просмотров. Понимаете, в чем дело? И тут уж либо вы будете пушечным мясом, за счет которого заработают люди изначально, либо вы будете терпеливым человеком, который дождется своего звездного часа. Он рано или поздно, когда-нибудь он наступит. Может быть придется подождать подольше, но все-таки есть вариант, всегда существует риск, но есть более верняковые варианты. Смотрите, есть даже, рассмотрим случай, например, если биткоин сейчас не опускается вообще до уровня там 20000 долларов, 14000 долларов, не опускается. Но мы тогда с вами знаем, что делать. Нам нужно ждать конкретно 20-недельного скользящего среднего, когда цены прорвут его в сторону повышения. Оно, извините, высоко достаточно, да, 49000 долларов. Но мало того, что мы должны увидеть этот прорыв, мы должны увидеть также тест этого 20-недельного скользящего среднего, как поддержку и увидеть дальнейший рост с объемами. И тогда можно было бы говорить, ребята, да, действительно, здесь у нас уже бычий цикл начинается. Многие из новичков скажут, блин, Эдос, ты что охренел? Сейчас биток 34000 долларов. Ты его предлагаешь, например, покупать по ценам там около 50 или даже 60 тысяч долларов. Да, ребятушки, вот так это все работает. Именно так нужно к этому относиться. Либо так здесь покупать, либо покупать на 30-ки, 20-ки и 14 тысяч долларов. Ну и может быть на 24 тысячах долларов, там 25-24 тысячи долларов. То есть вот на таких вот уровнях. И тогда, поверьте, у вас будет меньше гораздо рисков. Скажем, смотрите, допустим, мы с вами распределили капитал. Купили по 30, по 20, по 14 тысяч долларов. Например, по 30-ки там 20% капитала, по 20-ки 50% капитала и по 14 тысяч там 30% капитала. Средняя цена при таком раскладе будет где-то 1019. Смотрите, если, не дай бог, да, то есть мы ориентируемся на 200-недельное скользящее среднее. Давайте, если так случается, что в итогу ценник падает ниже 14 тысяч долларов, ниже 200-недельного скользящего среднего, вот оно. И мы видим, что, допустим, оно там быстренько возвращается в течение нескольких недель к нему. Если оно его еще и тестирует и продолжает снижаться. Ну окей, тогда нам придется смириться, что биткоин, скорее всего, ждет печальная судьба. Это маловероятный сценарий, конечно. Печальная судьба скама. То есть не нужно отрицать того момента, что биткоин может соскамиться. Сейчас просто правительство всего мира начнет бороться с ним, внедряя собственные криптовалюты, CBDC. И каким-то образом биткоин будет медленно умирать. То есть такое тоже не нужно исключать совершенно. Я, конечно, в это мало верю, но такое может быть. И в данном случае мы тогда с вами вынуждены будем закрыться в минус. Но в такой ситуации, допустим, цены будут там 10-11 тысяч долларов, мы с вами потеряем 40% от капитала. Что будет существенно меньше, если бы вы, например, покупали бы биткоин по 60 тысяч долларов. И пришлось бы вам его продать по 10 или по 5 или по 1000 долларов. Это же есть разница потерять 40% или потерять 90% или 95%. А в криптовалютном рынке такое сплошь и рядом. Не нужно далеко идти. Откройте любой альткоин топовый. Ну давайте, я не знаю, тыкнем просто пальцем. Давайте Ripple откроем. Ripple доллар. Недельный график. Так, посмотрим. Давайте-ка посмотрим на Ripple. 72 цента товарищ стоит. Был на пике, значит, в 2018 году 3 доллара 27 центов. Все там пророчили ему еще тогда его рост. И по итогу скатился тогда на 97%. То есть с 1000 долларов, с 1000 долларов у человека остается 30. Меньше даже. Ну 30 долларов, да. 30 долларов с 1000. То есть сидит человек у разбитого корыта. Многие ли люди дождались. То есть мы видим рост объемов в этой вот точке. Свидетельствующий о том, что очень многие люди распродали по самым низким ценам. Самую темную точку ночи, время ночи. Не дождавшись восстановления. То есть большинство людей купили здесь, судя по объемам. Да, то есть смотрите-ка. Вот. И большинство людей продали здесь. Прекрасно просто. Вот ничего не меняется. И по итогу такие истории в криптовалютной индустрии и на этом диком западе встречаются сплошь рядом. Поэтому первонаперво запомните раз и навсегда. Вы здесь. В первую очередь научитесь не терять деньги. Научитесь их сначала не терять. А потом уже пытайтесь заработать. А теперь текущая ситуация. Если смотреть. То есть я очень не люблю, конечно, краткосрочные таймфреймы. Я не уважаю. Не то, что не уважаю. Но я не знаю. Это не мое. Я считаю, что больше денег можно заработать на позиционном трейдинге, на инвестициях. Но если говорить о трейдинге, то я сегодня уже в своем телеграм-канале, на который вам следует подписаться, сказал о том, что здесь у нас на часовике сформировалась слабенькая обычная дивергенция на гистограмме МАГДИ, на осцилляторах гистограмма МАГДИ и на индексе относительной силы RSI. Это говорит о том, что людям, торгующим внутри дня, с короткими позициями следовало бы их защитить. Или даже частично покрыть уже в этом месте. Какие-то сейчас на текущий момент новые короткие позиции от этих значений я бы не открывал. Лонг-позиции открывать здесь категорически, на мой взгляд, запрещено, потому что у нас точно нет никакого, точно чего у нас нет, это восходящие тенденции. Вот чего точно нет, так это нет. Поэтому лонг-позиции, то есть ссать против ветра. Ну и извините, если вы любите ходить в мокреньких штанишках, ну тогда открывайте лонги на таком рынке. Если же нет, то тогда только короткие позиции. Ну и открывать их тоже нужно у мощных уровня сопротивления, либо на прорыве мощных уровней поддержки. Например, прорыв 30-ки, либо от диапазона сопротивления, который мы уже с вами каждый день просто обозреваем 41-42 тысячи долларов. Я, конечно, сожалею, что я здесь короткую позицию не открыл. Но меня здесь выбило по стопам, и я был дезориентирован, конечно, в этот самый момент. Вот, и я себе записал это в копилку от моих ошибок, которые я постараюсь в будущем не повторять. Но вот сейчас, допустим, гнаться за поездом, на текущий момент открывать короткие позиции не вижу смысла. Можно их попробовать открыть 36,5, но тоже как-то, ну вот здесь боковой объем показывает нам, что здесь хороший уровень сопротивления. Здесь у нас 33 поддержка. Я думаю, сейчас будем здесь расти. Давайте вот этот вот график откроем, здесь вот более понятно. Мы эту с вами поддержку рассматривали. Как раз вот уровень 33,381. Аккуратно, четенько. Обратите внимание, как эти уровни отрабатывают. Вот мы здесь встретились. Здесь у нас мы встретили сопротивление в виде поддержку в виде покупателей. Мы здесь увидели с вами как раз эти самые дивергенции. Здесь сейчас, ну это часовой таймфрейм всего лишь. Понимаете, он больше является шумом, если его сравнивать с недельным таймфреймом. Поэтому это разные технологии торговли и заработка. Но вот я понимаю, что ведение YouTube канала требует какой-то динамичности. Поэтому я вот и обозреваю сейчас такой короткий таймфрейм. Да, короткосрочно сейчас здесь больше похоже на то, что мы будем сейчас пока что видеть какой-то рост. Какой-то серьезный уровень сопротивления у нас здесь встретится на уровне где-то 36,500 долларов. 36,500 диапазон сопротивления, да, сопротивление 36,500, 37,200. Вот, пожалуйста. Вот мы прекрасно отрабатываем все эти уровни поддержки, сопротивления. А образование их, конечно, я уже множество раз во множестве видео рассказывал. Конечно, какой-то вот у нас сейчас получается совершенно длинный, длинный просто какое-то видео с ликбезом. Я надеюсь, что это видео будет для вас полезным. Вот хотя бы хоть капельку постарайтесь. Я понимаю, что сейчас много опытных ребят меня смотрят уже, кто уже с опытом. Им-то это уже, может, все неинтересно. Хотя, на самом деле, тоже повторение моего отучения. Но вот, ребята, новички, вот кто только пришел, не будьте вы пушечным мясом. Не важно, сколько стоит биткоин. Не важно, не важно, сколько его в ваших кошельках. Важно то, по чем вы его купите. Важно то, по чем вы его продадите. Важна сама разница этих цен. Понимаете? И важно, чтобы вы купили его дешевле и продали дороже. И вот эту разницу вы положите себе в карман. И вы тогда будете, получается, зафиксируете, когда эту прибыль. Она будет считаться вашей прибылью, когда вы сможете ее потратить на что-то. Вы же тратите не биткоин, не меняете же на колбасу. Вы тратите гривны, рубли, тенге, доллары, евро, не биткоин. Вы понимаете это? Как бы мы не относились к фиатным валютам, но они занимают главенствующее положение в нашей жизни. И затмевать себе разум криптовалютной лихорадкой о том, что это деньги 3.0, 4.0 и это экономическое будущее. Да, это я с этим согласен. Но пока что фиатные валюты, ведь вспомните вашу цель, зачем вы сюда пришли. Вы хотите сделать иксы. Иксы чего? Биткоина или доллара? Вы хотите сделать иксы доллара? Вот охотимся за долларом, друзья мои. Но лично я, лично я хочу напомнить о своей позиции, долгосрочной позиции. Я думаю, что биткоин все-таки достигнет 100 тысяч долларов. Я его увижу по этим ценам. Но я его там буду продавать. Я буду его даже чуть-чуть раньше, я буду его там продавать. Поэтому пока что моя текущая задача приумножать биткоин. Как я это сейчас буду делать? Тем, что у меня доллары есть на руках. Я сейчас его буду закупать и закупать. Вот на этих указанных уровнях. Дождусь биткоин доминирования в высоких значениях. Переложу вальты. Дождусь очередного альт-сезона. Приумножу биток. Приумножу биток по отношению к доллару. Доллар приумножу с помощью биткоина. И выйду в дамках просто из этого всего. Вот лично моя стратегия. Вот лично мое видение. Если вам близка моя позиция, то делайте как я. Но запомните просто. Ваши деньги это ваша ответственность. И вы, если будете поступать как я, не гарантированно получите профит. Гарантий в этой сфере нет никакой абсолютно. Я своими деньгами рискую. Но я за свои деньги несу ответственность. Если я их потеряю, это будет удар по мне. Если вы свои деньги потеряете, то это будет удар по вам. Поэтому я собственно не финансовый советник, не финансовый консультант. И это видео не является финансовым советом. Я лишь показываю и делюсь своим видением, как вообще нужно здесь, в этой индустрии зарабатывать. Реально зарабатывать деньги, а не виртуально там как-то мечтами жить. И за дня в день прокручивать в голове, как бы было бы здорово, если бы у меня. Вот я просто проецирую там допустим. Как человек идет, думает. Думает, вот если бы у меня был бы миллион долларов, я бы там вот то, сделал бы это, купил бы маме квартиру, жене сапоги. Ну, надо жить в реальном мире, а не в мечтах. Мечтать тоже не вредно, полезно даже где-то. Но все-таки к мечте нужно идти, а не просто рисовать себе в голове какие-то воздушные замки. Вот, давайте будем к этой мечте идти, чтобы у вас у всех был жирный профит. Я в это верю и верю в вашу благоразумность, что мы все с вами будем со временем зарабатывать. Вот, и, и, напоследок, друзья мои, я хотел бы похвастаться. Я за пять дней работы в финансовом проекте, в высокорисковом финансовом проекте, хайп-проекте, заработал более 65 тысяч долларов. У меня здесь уже оборот более миллиона долларов, миллион сорок четыре тысячи долларов в команде. Не смотря на то, что ограничение сейчас в проекте. Каждый человек может проинвестировать максимум тысячу долларов. Я здесь заработал уже по партнерке хорошую сумму, здесь платится 1% в сутки. У меня пять аккаунтов, на каждом из них проинвестировано по тысяче долларов. С них уже набежало по 22 бакса, то есть за первые пару дней. В среднем обещанная доходность, по крайней мере, самим проектом будет ожидаемая доходность 1% в сутки. То есть можно сделать x2 на свои инвестиции. А если еще и воспользоваться обучением, которое я даю своим ребятам, то можно здесь зарабатывать гораздо более крупные суммы. То есть проинвестировая пятерку, пока что всего лишь заработал, уже больше 65 тысяч долларов. Наверное, уже 1070. То есть это утром было 65 с копейками, уже больше 70, наверное, даже. Вот. Поэтому вот как бы есть такие вот... Если вам нравится работать в таких криптовалютных сферах, то смотрите и на другие проекты тоже. В описании вы найдете ссылочки на мой лайв-канал, где вот есть различные видео по поводу Торекса. Вот и Торекса презентация есть, и инструкция. Все-все-все-все есть вот в описании. Вот есть и обзор, вот ссылочка на него, и регистрация в этот проект, и на эффективные схемы расстановки по бинару, и конкурс есть. Все об этом вот есть в описании. И командный чат есть, где вам все помогут, расскажут. Зарабатывайте. Не нужно вот это вот мечтать. Нужно зарабатывать. Понимаете, ребят, я все, чего хочу, хочу, чтобы вы максимум зарабатывали. Просто, чтобы было у вас много денег. Если у вас будет много денег, я автоматически просто еще больше буду зарабатывать. Вот у меня задача, чтобы вы стали богаче. Вот если вы будете богатыми, где-то вы сможете больше торговать, где-то я свои комиссионные на биржах заработаю больше, где-то вы сможете больше по таким проектам проинвестировать. Если вы будете больше зарабатывать, значит, у вас будут обороты в таких проектах. Если у вас будет оборот в команде, например, в таком проекте с MLM-маркетингом, Значит, вы будете зарабатывать, значит, я еще буду тоже зарабатывать с оборота вашей структуры. Так уж устроена эта сфера. Я вам показываю, как реально здесь можно рубить капусту. И на трейдинге, и на инвестициях, и на таких вот проектах. А уже вам решать, быть активным человеком в этой среде, реально зарабатывать, или просто быть очень умным, но при этом очень бедным. Так что решать вам. Но какое бы решение у вас не было, я все равно желаю вам всем жирного профита. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокол, чтобы не пропускать следующие видео. Пока!